итак всем доброй ночи друзья мои я решила по-новому снимать ролики по-разному как получится потому как очень загруженный такой график очень много дел работ но поскольку я веду канал я не считаю что я должна вести как положено но так бывает что иногда между делом например у меня есть время пока записываю что-то там и так далее тот ритуал который я хочу снять ближайшее время я могу объяснение полностью просто записать а потом уже снять ритуал и просто включить запись и там все сказано все объяснено просто перед камерой поставить эту запись иногда я буду и так делать я считаю что тут ничего такого нет без разницы вы все равно меня слышите поскольку когда нет времени за неимением времени свободного так просто удобнее когда у меня есть время между делом просто сидеть там с чашкой кофе да и полностью объяснить весь ритуал что и как должно быть все мысли которые мне приходят взять записать а потом просто напросто показывая ритуал включить эту запись и там все объяснено так что не удивляйтесь сейчас я включу в записи весь ритуал все объяснение что к чему и вам будет точно также понятно как и всегда просто живое общение немного ограничить сейчас поскольку я уже полностью записала весь процесс ритуала и так начнем всем доброй ночи друзья мои я уже говорила что одиночество человеку иногда нужно для того чтобы понять самого себя одиночество это не приговор это не проклятие это возможность уединиться со своим подсознанием иногда обновиться иногда понять что ты хочешь в этом мире в этой жизни но есть люди которые долго не выносят одиночество есть люди которым тяжело жить в одиночестве но и есть люди которые считают что они уже готовы для встречи с человеком и для создания семьи я вам дарила много ритуалов призыв мужчин чтобы сосватали навести чары очень много различных ритуалов именно для женщин есть красота клеопатры тысяча одна ночь обновляет и женскую энергию силу но я считаю что лишним не будет поскольку всегда найдутся люди для которых скажем так то или иная работа не подходит то подойдет вот это что вам нужно делать для начала для начала вам нужно купить красную материю без разницы какая шелк обычная материя в любом случае красная материя значит сверху просто нужно то есть кладете на голову закрываете голову как платок далее вам нужно взять зеркало обязательно круглые зеркало купите в женские дни естественно это проводят женщины это для женщин покупайте в женские дни это среда пятница суббота берете без сдачи или расплачиваетесь карточкой приносите это зеркало оправа неважно какая главное чтобы зеркало было круглое подготавливаете отрез черной ткани в маленьких чашечках рюмочках можете в бокалах как хотите в одном вино в другом вода 6 красных свечей здесь зеркало я поставил таким образом чтобы просто обучить вас этому ритуалу поскольку у меня нет такой нужды призывать жениха поэтому естественно я сейчас показываю просто обучающую часть нужно ставить зеркало так чтобы эти красные свечи отражались в зеркале смотрите в зеркало и читайте шесть раз обязательно красный платок на голове именно материя должна быть чтобы там не было никаких рисунков ничего либо еще проводить можно в любой день кроме субботы и воскресенье выходные имеет отрицательную энергию для таких ритуалов черный алтарь красные шесть свечей можете выбрать подсвечник можете делать как вам угодно то есть здесь не имеет значения они должны стоять в ряд значит рюмочки вино и вода вино любое сухое полусладкое разницы никакой напротив вас зеркало начитывайте шесть раз нужно пригубить вино а потом воду вино нужно поставить оставить на алтаре но если у вас там коты которые могут лезть поставьте куда-нибудь ну например на подоконник чтобы никто не трогал лучше делать в полном одиночестве таким образом чтобы никто не помешал вашему ритуалу а воду нужно вылить за порог неважно у вас квартира что там позаботьтесь заранее значит поселите что-нибудь перед порогом чтобы вылить воду вот таким образом призывайте оттуда женихов свой дом к своему порогу далее возвращайтесь назад ждете пока свечи догорят дам агарков но останется чуть-чуть нужно потушить эти свечи не дуйте а именно гасителем или пальцем лучше конечно гасителем берете зеркало кладете то есть лицом вниз поверхностью вниз на черную материю и завязывайте крест на крест узелком далее берете агарки свечей на следующий день ночью не нужно выходить на следующий день вы носите оставляйте под деревом шестью монетами вы снимаете себя вековуху и призывайте женихов в этом состоит вся работа кто-нибудь найдет зеркало что там с этим зеркалом будет вас это пускай не волнует ничего на этого человека не перейдет никому это не навредит это снято с вас вековуха века одной вековать одиночество либо не получается встретить человека хочу вам объяснить что именно одиночество вековуху снимают ведьмы если оно настолько сильное что никак не проходит но есть один аспект иногда вековуха изнашивается грубо говоря уменьшается теряет силу основную и тогда возможно по рекомендации ведьмы снять вековуху то есть вот этим ритуалом но есть одно но либо вы должны идти к практику который этим ритуалом у вас это снимет и вы должны оплатить работу практика как скажет практик это уже вы сами договоритесь решите но чтобы это был действительно практика никто не будь который возьмется пожалуйста ритуал есть готова сниму никаких вопросов знаете это тоже либо вы сами проводите этот ритуал а после того как вы встречаете мужчину вы обязательно оплачиваете или отправляете откуп или благодарность той ведьме которая этот ритуал вам отдает объясню почему потому что в том или ином случае вы должны расплачиваться если у вас вековуха ослабла или у вас не вековуха была просто одиночество но не получалось встретить человека вам хотелось встретить человека я уже дарил такие ритуалы но это очень сильный ритуал и он очень действенный те тоже естественно просто это может подойти многим либо вы идете и вам проводят этот ритуал практик сажает вас напротив зеркала вы повторяете это все она вам объясняет что и как потом значит это вино переливать какую-то баночку и воду в том числе несете домой и выливаете за порог воду а вино ставите на видное место на следующий день выливаете то есть таким образом но практикующие люди они понимают и знают и них учить не нужно либо вы сами это проводите если у вас просто одиночество но собственно говоря не такое сильное и вот буквально какой-то толчок нужен чтобы встретить то у вас работает и вы встретите человека но зеркало еще раз говорю вы носите оставляйте на следующий день 6 монет и свечи агарки свечей и говорите поможешь откуплюсь отворачивайтесь и уходите поможет обязательно но откупиться не забудьте потому что в иначе иначе то что вам дали могут отобрать обратно вы можете расстаться с этим человеком потому что вы должны откупиться куда деть красный платок красный платок просто снимите с головы спрячьте до того момента пока этого мужчину не встретите встретить дальше можете использовать дальше можете как алтарную ткань дальше дальше пусть лежит просто терять силу он то есть нужен и действительно до того момента пока вы не встретите этого человека вам духи дадут мужчину либо через ведьму который с вами должна это провести непосредственно с вашим участием либо она проводит отдельно но не этот ритуал а другой то есть есть ритуалы вековых и снимать различные имеется ввиду а вы вот это проводите совместные получается у вас результат либо вы сами берете проводите в любом случае знает она об этом сказали вы договорились или нет если вы берете этот ритуал проводите вы должны откупиться некоторые не очень разумные головы считают что знаете вот откупиться вот деньги послушайте меня я совершенно не нуждаюсь в этих откупах я без них прекрасно проживу это небольшие не огромные суммы без которых мне не знаю житья нет нет но откупиться нужно для того чтобы она сработала это нужно это входит в механизм работы так срабатывает любая работа чтобы вы знали поэтому вот это вот идиотские выкрики вот вот так вот вы должны в любом случае оплачивать даже если вы пойдете к ведьме вы оплатите десять раз больше понимаете поэтому вы в любом случае должны оплатить тем более если вы хотите встретить мужчину того хорошего достойного которого вас устраивает потому что судьба приводит именно того который вам соответствует судьба не приведет плохого человека если это судьба дает этого человека я надеюсь вы все поняли как и что дальше откуп какой опыт куб это уже ваш вам решать насколько вы оценивайте свое счастье так вы и откупаетесь вы считаете что у ваш мужчина стоит 500 рублей отправьте 500 вы считаете что ваш мужчина стоит им какой-то необычные так скажем так необычно алтарного атрибута найдите этот атрибут и поблагодарите этим атрибутом вы считаете что ваш мужчина стоит 50 рублей, значит за 50 рублей купите свечу и отправьте. Это зависит от того, насколько вы цените свою возможность жить. Но не забывайте, духи не любят жадных и скупых людей. То есть люди, которые получают от судьбы, они должны благодарить судьбу соответственно. Это тоже не забывайте. Дальше вопрос насчет того, а вот если вас не станет, как мы будем откупаться? У меня не станет, у меня есть потомки. У меня есть семья, и она обязательно останется. Точно такой же откуп отдаётся семье. Также откупались и в память моей бабушки, когда её не стало, но через много времени, когда её вот эти вот данные заговоры и так далее срабатывали, люди благодарили семью в память о ней. Так что вы всегда можете благодарить человека, который своё потомство оставил в этом мире. Не переживайте так. Просто постоянно. Пока ещё у меня есть время здесь оставаться, я думаю, что на ваш век хватит. Но если уж так сильно переживаете, если после меня считаете, как сделать, вы знаете, всегда найдёте способ найти мою семью и отблагодарить за мои работы, которые вам помогут. И так всё объяснила, всё сказала, теперь именно заговор. Если забыла сказать, добавлю, читаем шесть раз. Я включу несколько раз, а вы должны прочитать шесть раз. Надеюсь, всё понятно объяснила, и далее объяснение не требуется. Итак, заговор следующий. Огонь ярый, огонь священный, ты палишь и испепеляешь. Огонь, батюшка, я тебя заклинаю, сожги мою недолю. Спали одиночество, испепели вековуху. Хватит мне век вековать, хватит мне слёз проливать. За всё откупилась, волю расплатилась. Дорогу мою очищай, женихам тропу ко мне освещай. Как правда то, что свечи горят от огня жгучего, так и придут в мою жизнь мужчины, добрые да богатые. Я им как маяк в ночи, я им как луна среди звёзд. Чары на мужчин наведу, а духи мужчин в мою жизнь приведут. Среди них выберу лучшего. Силой огня заклинаю, вековуху убираю, женихам дорогу ко мне открываю. Старая доля ушла, новую счастливую судьбу получаю, заклинаю. Огонь ярый, огонь священный, ты палишь и испепеляешь. Огонь, батюшка, я тебя заклинаю, сожги мою недолю, спали одиночество, испепели вековуху, хватит мне век вековать, хватит мне слёз проливать, за всё откупилось, болю расплатилось. Дорогу мою очищай, женихам тропу ко мне освещай, как правда то, что свечи горят от огня жгучего, так и придут в мою жизнь мужчины, добрые да богатые, я им как маяк в ночи, я им как луна среди звёзд, чары на мужчин наведу, а духи мужчин в мою жизнь приведут, среди них выберу лучшего. Силой огня заклинаю, вековуху убираю, женихам дорогу ко мне открываю, старая доля ушла, новую счастливую судьбу получаю, заклинаю. Огонь ярый, огонь священный, ты палишь и испепеляешь, огонь, батюшка, я тебя заклинаю, сожги мою недолю, спали одиночество, испепели вековуху, хватит мне век вековать, хватит мне слёз проливать, за всё откупилось, болю расплатилось, дорогу мою очищай, женихам тропу ко мне освещай, как правда то, что свечи горят от огня жгучего, так и придут в мою жизнь мужчины добрые да богатые, я им как маяк в ночи, я им как луна среди звёзд, чары на мужчин наведу, а духи мужчин в мою жизнь приведут, среди них выберу лучшего. Силой огня заклинаю, вековуху убираю, женихам дорогу ко мне открываю, старая доля ушла, новую счастливую судьбу получаю, заклинаю. всем удачи и счастливой доли, наверное, да, кто этого хочет и кто хочет создать семью. счастливой судьбу. счастливой